Приветствую вас, Анита. Вы знаете, в вашем рассказе есть одна странная вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Ни один специалист, по крайней мере психолог, не может прекратить с вами работать по своему собственному разумению. Это всегда происходит до тех пор, пока клиент сам не захочет перестать. И исходя из этого, хочется вас как-то вот спросить, что ли, это что за психологи у вас были такие хорошие, как вы говорите, в кавычках, что взяли и решили за вас, что нужно перестать с вами работать. То есть, вот, мне кажется, что это, ну, как минимум странно, как минимум странно, если честно. То есть, я надеюсь только вот на то, что вы зададите себе, может быть, как-то вот, ну, тот же вопрос. Я надеюсь, что вы спросите себя примерно об этом же. Да. То есть, ну вот, вот как, как это вот стало возможным, что хорошие психологи просто взяли и перестали с вами работать. Просто взяли и по своему желанию перестали с вами работать. Странно. Странно. Дальше. Как-то вот, если вам помогли, если вам помогали и вывели вас из мучительного состояния, как вы, как вы говорите, что когда вы увидели, что с вами работать прекращают, почему не потребовали, чтобы продолжила работать. Или вы просили, а не отказывались. Я просто хочу понять. Я хочу понять вашу историю, я хочу понять. Я пока что вот, к сожалению, не понимаю, как у вас это все происходит вообще. Понимаете? Это такой момент. Такая история. Дальше. Вы говорите, что себя потеряли. Я, конечно, хотел бы, чтобы вы более, может быть, подробно раскрыли, что вы имеете в виду, говоря о том, что тебя потеряли. Но пока что, давайте просто, ну, предположим, что речь идет о том, что вы перестали понимать, кто вы и куда вы по жизни идете и к чему вы стремитесь. Например. Если это действительно так, то вам нужно работать со своими чувствами. Со своими ценностями. Вспомнить, что вам важно. Вспомнить, что для вас ценно. Вспомнить, что вам нравится. Или пробовать то, что вам нравится. Учиться заново взаимодействовать с людьми. Если у вас этого не было. Если вы не общались с людьми в продолжительное время. Возможно, походить на группы встреч. Которые помогут вам научиться общаться с людьми. Вот. То есть, я вот тут, конечно, просто не очень, не очень понимаю, конкретно вашу, конкретно вашу проблему. То, что вы себя потеряли, что вы имеете в виду. Да? То есть, потерять себя можно по-разному. Можно прийти к конфликту или к раздраю со своими чувствами. Со своими переживаниями. Можно прийти к конфликту, к раздраю со своими целями, со своими, ну, со своими ценностями. Жизненными. Глобальными. Можно, например, потерять себя в плане того, чтобы не понимать, как, какая вы личность. Это к вопросу о принятии решения. Это к вопросу о выборах. Вот. То есть, здесь вот, на мой взгляд, как раз таки, нужно уточнить, о чем идет речь. И, как бы, возможно, вы сами не знаете до конца, о чем идет речь. Но, помощь вам в определении этого также нужна. И после того, как будет понятно, уже можно проводить, например, терапию, психотерапию. Так, значит, у меня появляется все больше проблем. Я начала спать больше 15 часов в сутки. Из-за этого потеряла работу. Ничего заднего не успеваю. Я чувствую себя разбитой. А почему вы начали спать больше 15 часов в сутки? То есть, с чем это связано? Давайте разбираться. Очень хотелось бы вернуться к счастливой жизни. А что такое счастливая жизнь? Что она для вас представляет? Как вы понимаете, в конце концов, счастливую жизнь? Была ли у вас когда-то счастливая жизнь? Не в том смысле, что вы, ну, недостройны счастья, нет. В том смысле, что вы живете, на мой взгляд, некой идеей, некой иллюзией. В том смысле, вы думаете, вы думаете, что можете вернуться к счастливой жизни, которая у вас была. Но это невозможно. Почему? На самом деле все очень просто. Невозможно, потому что вы изменились. Невозможно, потому что вы сами, вы сами стали другой. И счастливая жизнь, которая была, например, для вас актуальна. Тогда, сейчас, таковой уже быть не сможет. Счастливая жизнь, которая для нас была актуальной в то время, сейчас, для нас, скорее всего, ничего из себя не представляет. Ну, таким образом, я полагаю, что можно вести речь о том, что само представление, о счастье, само представление, о счастье, о вашем счастье. Ну, в какой-то степени является иллюзией. Потому что, сейчас это уже, вот, вполне вероятно имеет, ну, какую-то другую историю. Какой-то другой аспект и какие-то другие моменты. Что же касается реабилитации, то реабилитацией занимается врач. Мы не врачи, мы психологи, мы не занимаемся реабилитацией, по крайней мере, психологи реабилитацией не занимаются. Вот. Мы занимаемся консультированием и решением проблем. Если вас это интересует, если вас это привлекает, то вы можете выбрать себе любого эксперта на нашем ресурсе, например, и, значит, начать работу с ним, я полагаю, так. Вот. А что касается реабилитации, то вам именно реабилитацию может назначить врач. Вот. Если вы хотите консультации врача, то, мне кажется, имеет смысл обратиться в раздел медицины, там вам дадут все необходимые рекомендации по вашему вопросу. Вопрос. А вот. Которые, которые, ну, которые вы задаете. Вот, примерно, так, я думаю, можно ответить вам. Не совсем понятно, значит, зачем фотография. То есть нам, психологам, да и, в общем-то, врачам не нужна фотография. Вот. То есть это вот, как-то, наверное, тоже хочется у вас спросить. Тихо спросить, зачем вы приложили фото. В целом, вот, в целом, вот такой ответ получается. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.